Красочные дюны Это дюнное поле лежит на дне старого кратера в земле Ноя, одном из древнейших мест на Марсе. При наличии идеальных условий дюнообразования, устойчивый ветер, дующий в одном направлении, и достаточное количество песка, формируются песчаные барханы. Бархан – изначально русский термин, потому что такой тип дюны был впервые описан в пустынных районах Туркестана. Барханы имеют пологий склон с наветренной стороны и гораздо более крутой с подветренной, где часто образуются рога или выемки. В данном случае ветер пришел с юго-запада. Наблюдение за дюнами на Марсе может рассказать нам как о силе ветров, так и об их направлении. Если изображения делаются через равные интервалы, то можно увидеть изменения дюн и ряби на их поверхности. Цвет на фотографии не соответствует тому, который мы можем увидеть нашими собственными глазами, потому что был добавлен дополнительный цвет – инфракрасный. Наши глаза не могут его обнаружить, но он используется потому, что может дать ключ к составу поверхности. Дюны на Марсе обычно темного цвета, потому что они образуются из распространенных вулканических базальтовых пород. В иссушенной окружающей среде базальтовые темные минералы, такие как оливин и пироксин, не крошатся так быстро, как на Земле. Хоть и редко, некоторый темный песок также можно найти на Земле, например, на Гавайях, на которых тоже много вулканов, служащих источником базальта. Субтитры создавал DimaTorzok